Ну что ж, дамы и господа, сейчас 28 декабря 2015 года, близится к концу 2015-й, и мне хотелось бы подвести небольшие итоги, а именно вот таким вот топом, он будет возможно не один, ну естественно будет еще противоположный топ, но пока вы видите топ 5 самых худших игр 2015 года. И перед тем, как начнется это видео, я хотел бы брифинг небольшой типа сделать для тех, кто первый раз вообще сюда попал. Итак, в данном топе будут представлены только те игры, в которые я играл лично, то есть например, вот я знаю то, что Postal 3 вроде как в этом году выходил, да, но понятно, понятно, что такое Postal 3, но я ничего не смогу сказать по этой игре, потому что я не играл в Postal 3, я ничего толкового не смогу сказать о ней, кроме того, что ну говно, говно, говно. Здесь я буду выражать только свое личное мнение, говорить о тех играх, которые играл, и стараться аргументировать свои, так скажем, места, которые я выбрал, на которые распределил все игры. Ну что, пятерка самых худших игр 2015 года по мнению этого канала, вы готовы? Ну тогда поехали. И открывает этот топ, соответственно, пятое место, и игра под названием Minecraft Story Mode. Серьезно, кому может понравиться игра, сделанная сюжетом Майнкрафта? Правда? Люди просто начали высасывать деньги уже из людей, даже не зная, как это вообще делать, потому что в Майнкрафт, по сути, играют сейчас все, да, я даже ничего плохого про Майнкрафт говорить не буду, да, то есть, ну я как бы тоже пытался, но у меня там ничего не получилось. Но серьезно к этому отнеслась студия TLTL Games, потому что эта студия решила сделать Майнкрафт с историей. Ну и продавать, конечно же, этот шедевр почти за 500 рублей. Скидка на данную игру представляет из себя 25% и стоит 336 рублей прямо сейчас на распродаже. Серьезно? Игра про Майнкрафт 336 рублей. Вы серьезно? Кто-то будет проходить это все дело? То есть, нет, я, конечно, понимаю, что People's Hava это самая обычная фраза, которая придерживается абсолютно все разработчики таких игр, но, серьезно, по-моему, TLTL уже не знает, чем заняться и придумать историю про Майнкрафт. Это всего лишь высасывание денег. Играл, видел, смотрел, не понравилось. Поэтому, пятое место. Ну, на четвертом месте старый добрый шедевр под названием Carmageddon Reincarnation. Ну, если вы давно подписаны на этот канал, то вы, скорее всего, следили за прохождением игры под названием Carmageddon Reincarnation. Я, по-моему, три раза говорил то, что я все-таки постараюсь пройти эту игру, потому что это прохождение на моем канале, оно будет незавершенное. Но я три-четыре раза садился за это прохождение. У меня никак не получалось пройти эту игру. Однообразные трассы, однообразные машины, однообразные режимы. Ну, я не знаю. Здесь даже на ремонт собственного авто тратишь больше очков, чем ты получаешь. То есть, просто под конец у тебя количество очков может уйти в огромнейший минус. Сюжета нет. Если ты пытаешься как-то, так скажем, ну, возможно, координировать автомобили, как-то смешивать, брать либо быстрые, либо тяжелые, сразу вам говорю, вы должны брать только тяжелые автомобили. Но чтобы их открыть, нужно пройти минимум 60% компаний. Серьезно? 60%? Я 50-то процентов чуть осилил. И, к сожалению, я думаю, хотя даже к счастью, прохождение полного на канале Carmageddon Reincarnation больше не будет. Эта игра стоит 1200 в стиме. Я ее получил бесплатно. Я ее даже не брал. Ребята, пожалуйста, не берите Carmageddon Reincarnation. Это просто ужас. На третье место я поставил игру Hatred и... Ай! Ай-яй-яй! Ай, как громко! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо! Не безумствуйте! Тихо! А, мое левое ухо! Да, я понимаю то, что многим людям она понравилась. Но давайте прямо сейчас я перечислю плюсы этой игры. Э-э-э... Ммм... Ммм... Э-э-э... Правильно, потому что их нету. Если разработчики хотели сделать закос под какой-нибудь хатлайн Майами, у них это херово получилось. Потому что тупое мясо проходить с видом сверху, я думаю, не всем понравится. Серьезно, а какой сюжет? Был маньяк. Он любил убивать людей. Все! Все! Мы просто играем за маньяка. Игра с видом сверху, где мы должны расчленять людей, устраивать бойню. Просто Мессакр, Мид. Ну, вы понимаете, да, о чем я? И в конце мы уничтожаем город, взорвав огромный реактор. Знаете, если бы мне эта игра досталась бесплатно, я, возможно, бы хотя бы ачивки выбил бы в этой игре. Хотя, возможно, я бы просто ее не запускал. Ужасная составляющая этой игры то, что врагов очень много. То есть, просто не продохнуть, не выдохнуть, вы никак не можете. Одни враги, враги, враги. Сюжета нет, вообще ничего нет. Просто перестрелка. В той же Hotline Miami там хотя бы как-то трек разбавлял обстановку. Там какой-то хотя бы сюжет был. Но здесь ты просто играешь за убийцу, которому на все насрать. У него даже харизмы-то нет своей. И все. Вот вам вся игра, пожалуйста. Она называется Hatred. Прохождение на канале есть. Можете посмотреть, если хотите. Если у вас есть более аргументированное мнение, почему эта игра хорошая, пожалуйста, напишите в комментарии. Я, правда, прочитаю. Я в этой игре ничего хорошего абсолютно не нашел. Бэтмен. Рыцарь Аркема. Одна из тех игр, которых я действительно ждал. Хотя я не играл ни в одного Бэтмена до этих времен. Я, правда, ждал Рыцаря Аркема. Потому что я думал, что люди его тоже ждут. Хотел как можно быстрее пройти. Я в 2 часа ночи вставал, записывал прохождение этого Бэтмена. И за 3-4 дня, по-моему, я его все-таки осилил. Ну, возможно, даже за неделю. Я уже, если честно, полностью не помню. Так вот. Я не буду говорить то, что игра плохая. Мне понравился сюжет. Я хочу поговорить про ПК-версию этой игры. Уважаемые разработчики. Вы просите 1000 рублей за игру. Столько же вы просите за Season Pass. Я понимаю для консолей. Я понимаю. ПК-версия Бэтмена, Рыцарь Аркема, это просто ужас. У меня выдавало 15 FPS, когда я гонял в Бэтмобиле. Хорошо, я думал, возможно, у меня с компом проблема. Затем я захожу в рецензии Стима. Думаю, что народ-то думает по этому поводу. Ну, примерно 85% рецензий были отрицательными. И все это сказывалось на количестве FPS, на ужасной графике, на то, что у меня титановый комп, но даже он не тянет это все. И, знаете, я впервые был согласен с народом. Настолько все ужасно сделано в ПК-версии было, что просто умереть не встать. Они запилили русские субтитры где-то спустя полгода с выхода игры. То есть сейчас они, получается, есть в Стиме, да? Но, ладно, это даже не особо влияет. То есть можно было качать русификатор, я понимаю, да? Но насколько же было мне тяжело проходить эту игру, когда у тебя просто все подвисало к херам. Эти все баги, эти все лаги. Это просто было невозможно проходить. Столько удовольствия я планировал получить от этой игры. Но, возможно, получил всего лишь 15% того, чего ждал. Поэтому, Бэтмен, Рыцарь Аркема, на ПК-версии, ты меня очень сильно разочаровал. Рокстеди, ну, серьезно, вы еще делаете 15-минутные DLC стоимостью где-то около 100 рублей? Серьезно? 15-минутные DLC стоят 100 рублей? О, боже, у меня нет слов. Поезд сделал бум. Ключевая фраза Call of Duty Black Ops 3 в России. Знаете, как я наиграл 150 часов в Call of Duty Black Ops 3? Я человек такой, что если я потратил на игру достаточную сумму денег, я отыграю в нее столько часов, чтобы отбить стоимость покупки. Я не знаю, сколько мне нужно отыграть в Call of Duty Black Ops 3, чтобы я понял то, что я отыграл ту сумму денег. Не знаю, по-моему, 150 часов очень мало. И время от времени я все равно захожу. Вы знаете, что такое Call of Duty Black Ops 3? Начнем с озвучки. Озвучка это что-то. Поезд сделал бум. Сейчас говорит просто каждый, который играл в эту игру. Когда я проходил Black Ops 3, я не сразу на это обратил внимание. То есть я как-то сидел, видимо, в трансе в каком-то, да, и просто не обращал на это внимания. Ужасные подлагивания в компании. Мультиплеер у меня идет в 60 FPS. Зомби-режим идет в 60 FPS. Компания идет в 30-40. То есть они серьезно сделали все так, что два игровых режима из трех в Call of Duty Black Ops 3 идут нормально. И один идет с пониженным FPS. Окей, хорошо, закроем на это глаза. Мультиплеерная кампания. Знаете, сколько вам нужно времени, чтобы найти хоть одного человека, допустим, рандомного, чтобы пройти с ним кампанию, именно ту миссию, которая вам нужна, и именно на той сложности, на которую вы хотите? Знаете, сколько? Да до хера просто времени. Потому что людей-то нет вообще в кампании. Их абсолютно ноль. Вы понимаете? Мультиплеер. Мультиплеер моя любимая составляющая. Где же вы еще найдете такое? То, что все русские сервера на ПК-версии лагают. Ты заходишь на сервер, он лагает. Ты бежишь, тебя закидывает назад. И я сменил таких серверов штук 15 за где-то полчаса. И знаете, ничего не менялось, потому что в какой бы я режим не пошел, все лагает. Однако я решил поискать, как устранить эту всю проблему. Но, и знаете, я действительно нашел, как ее устранить. Нужно отключить российские сервера. Я платил 2600, чтобы еще и разработчики указывали мне, как избавиться от лагов. То есть они не могут как бы сами все устранить. Им легче отключить российские сервера. И они еще выдают Call of Duty World at War. Кстати, забыл сказать в защиту Бэтмена-рыцаря Аркема. Всех Бэтменов до рыцаря дали абсолютно бесплатно. В качестве извинения за рыцаря Аркема. И это круто. Учитывая, что Black Ops 3 дали всего лишь World at War. Ну, просто, здесь просто все понятно. Call of Duty Black Ops 3 самая худшая игра этого года. Я любитель Call of Duty. Я фанат Call of Duty. Да после этого я уже сомневаюсь, мне кажется, в этом точно. Так что, просто, поезд сделал бум. На этой ноте я и хочу закончить этот топ самых худших игр 2015 года. Если у вас есть свои версии этих топов, то пишите в комментарии. И при этом, еще раз говорю, этот топ состоял только из тех игр, в которые я играл сам лично. И которые мне не доставили никакого удовольствия. Увидимся!